Как и в прошлом сезоне, красно-черные принимали Чертанова прямо перед зимним перерывом. В этот раз на кону было третье место в таблице ФНЛ. Соперник шел по пятам за химчанами и считался одной из самых непростых команд. У Чертанова меньше всего поражения, ФНЛ всего два. Химки же оставались лучшими по разнице забитых и пропущенных мячей. Несмотря на уверенное начало красно-черных, счет матча все же открыл соперник. Владислав Сарвели сыграл на добивание после сейва Ильи Лантратова и пробил под перекладину. Неприятности продолжали преследовать красно-черных. После столкновения с нападающим голкипер Химчан получил травму и не смог продолжить игру. Его место занял Егор Генералов, которому, впрочем, защитники Химчан так и не предоставили возможности вступить в игру до конца первого тайма. И до перерыва красно-черные успели сравнять счет. Аршак Корян реализовал пенальти за фолл против Артема Поляруса. Во втором тайме красно-черные усилили натиск. Сначала отличился Идрис Умаев, впервые вышедший в стартовом составе. На 51-й минуте нападающий под 95-м номером красивейшим ударом ножницами вывел Химчан вперед. Через полчаса отличился и Артем Полярус после ошибки защитника, который не точно отдал пас голкиперу. Красно-черные одержали важную победу над ближайшим преследователем. Сравнялись с ротором. У них по 49 очков и сократили отрыв от лидирующего торпеда до 2 очков. Выиграли очень важный матч. У нас может что-то не получаться. Я уже говорил после Оренбурга. Мы можем не реализовывать моменты. Мы можем не до конца выполнять установку. Бывают, особенно когда устанут после 30-й минуты, там после 60-й, чуть неправильно играть в каких-то стандартных ситуациях футболисты. Но то, что у нас хватает характера, воли и желания, в этом могут никто не сомневаться. Следующий заключительный гостевой матч в этом году у Красно-черной проведут в Краснодаре 23 ноября.